Всем привет! В этом видео я покажу как можно избавиться от плесени. Вот это плесень в коридорчике. Коридорчик довольно таки сырой и вот на стене образовывается плесень. Эта плесень уже ей много лет, она многолетняя. Она тут захватила всю стену. Вот она вот так если смотреть она идет от низа по стене вверх 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 и дальше и дальше 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 аж на потолок вот сюда сюда и далее вот туда вверх. Видно даже и вот здесь видно. Это все плесень. Но эту плесенью можно спокойно вывести. Есть классный способ такой, средство такое народное. Вот с правой стороны я уже обработал стену и плесень исчезла. Вот ну здесь тоже была плесень, но вы видите уже эта часть она уже намного светлее. То есть здесь ее нет. Итак чтобы удалить эту плесень мне понадобится зубная щетка старая такая вот именно именно зубная щеточка, чтобы была вот щеточка. Так тряпочки такие вот хлопчатобумажные. Я их порвал на такие маленькие кусочки, потому что я буду ими буду вытирать, выдалять, удалять эту плесень и выбрасывать эти тряпочки. И сам раствор. Он у меня находится в этой бутылочке. Не смотрите на этикетку, потому что я сюда залил тот раствор. Просто использую эту бутылку как в качестве спрея, чтобы разбрызгивать жидкость на стенку, наносить. Именно вот таким, именно не выливать, не смачивать, а вот именно использовать как спрей. Вот видите, я вот уже брызгаю и уже есть результат. Сейчас посмотрим. То есть нужно ждать. То есть я наношу вещество удалитель плесени на стену. Вот и нужно подождать несколько минут, пять минут. Вот. Но ждать не просто так, а еще вот видите когда стена такая вот у нас уже мокрая. Видно, что жидкость стекает. Берем зубную щеточку и вот так вот проводим, 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 проводим. То есть растираем эту, растираем наше супер средство по стене. Видите, видно как стекает. Черными ручьями. Так, еще нужно подготовить баночку с водой, чтобы вымывать зубную щетку. Как видим, процесс идет. Стена очищается от плесени. Я еще наношу дальше, 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 таким разбрызгиваю супер, супер средством. Вот я подготовил себе баночку, помою зубную щеточку. Она более-менее чистая. И снова так вот по стене ввожу, 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 ввожу. Нужно так, чтобы было более-менее стена мокрая, чтобы она брызгивает, брызгивает, разбрызгивает. Вот когда начинает стекать наше супер средство, то мы его в те местах углубилась в плесень, въелась в стену. Вот нужно щеточкой так в треть наше супер вещество. О, видно стена стоит чистой, очищается. Так, мне просто неудобно снимать. Сейчас я тряпочку вот так вот протираю, протираю, вытираю эту плесень. Вытираю. Вот. Стена очищается. Так, немножко нужно подождать. Итак, вот видно, как процесс идет, стена очищается. Вот видите, этот участок, я уже его очистил. Вот внизу, внизу то, что... Сейчас еще внизу я ее вытру и расскажу, что же я использую. Так, вот видите, как вот. Вот это старое, а вот я очистил. Сейчас этого, это все я сейчас уберу. Так что смотрите дальше. Ну вот теперь хорошо видно, какой результат. Стена чистая. Чистенькая. Угол чистый. Вот сюда вверх. Но вверху, вот я оставил еще часть, нужно будет очистить. Видно какой переход. Какая она была. Это все я тоже очищу. Все будет чистое. И вот это тоже будет все чистое. Такое будет чистое, как и вот эта часть. Так, я расскажу, что же я использую. Я вот в эту бутылочку, в пластмассу с распылителем заливаю обычную белизну, которую используют для отбеливания белья. То есть она такая самая дешевая белизна в таких бутылках круглых, там где-то приблизительно литр. Я покупаю эту белизну, заливаю в такую бутылочку. Почему ее переливаю? Потому что здесь очень удобно ее, есть распылитель такой, спрей, но он разбрызгивает на стену. Вот именно нужно, чтобы когда наносить, чтобы разбрызгивалась белизна, она попадает в микро трещины, в микро такие вот эти поры. Очень легко, потому что если ее там, предположим, макать тряпочкой и протирать, нет такого проникновения в эту, в поверхность всякие, в трещины. А так, используя спрей, такой разбрызгиватель, то вот можно достать труднодоступные места. И вот обычная белизна справляется с плесенью. Естественно, та белизна, она имеет запах хлора, нужно ее использовать в хорошо проветриваемых помещениях. И у того, у кого аллергия на хлорку, то желательно это делать, но с открытыми дверьми, с открытыми окнами. Вот, можно использовать, конечно же, нужно использовать резиновые перчатки, но у меня аллергии на хлорку нету, то есть кожа никак не реагирует. То есть и запах я этот переношу спокойно. Вот, так что используйте обычную белизну для удаления плесени, очень хороший результат. Все будет чистенько и беленько, без плесени. Ну и кому понравилось видео, ставьте большой чистый лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок